Проверили знаки отличия, значки. Ремень должен быть на какой пуговице? На второй. Правильно. Не кажется ли он тебе как-то слабо? Перед началом праздничного шествия 13-летний Максим получает наставления от старших товарищей. Это его первый парад. В кадетский корпус Новороссийска потомственный казак поступил всего год назад, а уже сегодня возглавляет целый взвод барабанщиков. Волнение есть. Потому что первый раз маршировать хорошо буду, уверен. За последние годы кубанское казачье войско заметно помолодело. Промаршировать по Красной приехали больше двух тысяч юных казачат. Взрослые признаются, за будущее теперь спокойны. Молоденькие – это самое хорошее дело. Это значит, что нет традиций казачьих, если у них казачьи дети. Это гордость, это вообще дух поднимается сразу. По традиции, перед тем, как отправиться в путь, провели молебен. У собора Александра Невского владыка Исидор благословил атамана в войсках и всех казаков. «Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и вовеки веков». После подбой барабанов и звук оркестра стройными рядами они стартовали на театральную площадь. Впереди несут знамя кубанского войска. Это самая большая святыня казачества. Многотысячную колонну приветствуют жители и гости города. А некоторые даже пытаются подражать героям праздника. «Я хочу так замысловать». На главной площади казаков встречает атаман Николай Далуда. Он принимает командование парадом и обходит каждый расчет. О готовности докладывает и у губернатора Вениамину Кондратьеву. «Казаки кубанского казачьего войска, кадеты казачьих корпусов, военнослужащие, школьники казачьих классов общеобразовательных школ для парада построены». «Вольно». В центр почетный караул вынес жалованную грамоту Екатерины II и регалии войска, возвращенные из эмиграции. Право на новую историю кубанское казачество получило почти четверть века назад. Законы о реабилитации репрессированных народов. И парад в честь годовщины подписания этого документа – это признание ошибок истории, говорит с трибуны Вениамин Кондратьев. «Роль казачества в укреплении государственности России в патриотическом воспитании подрастающего поколения сложно переоценить. Именно поэтому президентом России Владимиром Владимировичем Путиным была утверждена стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении казачества до 2020 года. В реализации этой стратегии я вижу очень важную, особо важную задачу, которую ставит перед нами президент – вывести государственную службу кубанского казачества на принципиально новый уровень. В первую очередь это касается деятельности казачьих дружин. Я желаю вам успешно выступить на военном параде в честь 70-летия Великой Победы на Красной площади в Москве. Этой чести удостоилась только кубанское казачье войско. И это главное признание ваших заслуг перед современной Россией. Слава России! Слава Кубани! Слава кубанскому казачьему войску! Беспощадным гонением и истреблением казаки подверглись сто лет назад. Тогда, сразу после прихода к власти большевиков, казачий народ был объявлен вражеским. Восстановить и сохранить все традиции и устои – сегодня одна из важнейших задач. Без малого четверть века мы собираем по крупицам все, чем жили наши предки-казаки. Что было им дорого – обычаи, жизненный уклад, боевые регалии и культурные ценности. Все, что должно быть свято для каждого, кто живет на кубанской земле. Открыл торжественный парад взвод барабанщиков. Следом чеканят шаг расчеты отделов кубанского войска. Кадеты казачьих корпусов, пешая иконная группа почетного караула, артисты кубанского казачьего хора. Всего около 6 тысяч человек. Точно так же чеканят шаг, только уже по Красной площади в Москве пройдут кубанские казаки и через две недели. В этом году они впервые, спустя 70 лет, принимают участие в Большом параде победы. Коробка из 120 казаков на праздники в столице этой продолжения традиций прошлого и еще одно доказательство того, что кубанское казачье войско, как и прежде, стоит на защите Родины.